Сегодня я вам покажу, как в домашних условиях правильно высушить волосы. Большинство девушек начинают сушить волосы мокрые с самой макушки сверху. И пока они доберутся до нижних слоев, верхние волосы как правило пересыхают. А что мы имеем с пересохшими волосами? Это обязательно они начнут сечься, обламываться и ничего хорошего для них не получится. Значит мокрые волосы нужно расчесать очень редкой расческой, чтобы не поранить сам волос. Потому что мокрый волос сцепляется волосинка за волосинку и очень трудно его расчесать. Затем мы отчесываем нижний ряд волос на шее. Все верхние волосы мы подбираем к верхнему. Фен должен быть теплым. Ни в коем случае фен не должен быть горячий. Волосы досуха высушивать тоже не рекомендуется. Они должны быть сухими, но где-то должно угадываться влажность. Легкая-легкая. Сушить можно разными расческами. Вот это расческа бомбаж. Можно использовать лопату. Можно использовать брашинг. Это натуральный брашинг из натуральных волос. Есть брашинги пластмассовые, железные. Не важно. Важно правильно пользоваться феном. Итак, повторяю. Фен должен быть включен на теплый режим. Волосы начинают сушиться от корней. И протягивая расческой по всей длине, фен следует за расческой. Пряди желательно подкручивать немножечко внутрь. Волосы начинают сушить. Ну вот. С первой частью мы справились. Дальше отчесываем следующую прядь. Тоже небольшую. Она ляжет у нас поверх высушенных волос. Ничего страшного. Вот поэтому я и говорю, что досуха просушивать первые пряди не стоит. Потому что им будет доставаться, когда каждую последующую прядь мы начнем сушить. Здесь пряди уже потолще. Можно взять лопату, чтобы быстрее высушить. Немножко можно покрутить брашингом. Чтобы к концу были чуть-чуть у нас завитые. Но сильно не надо подкручивать. Потому что я повторяю. У нас сверху ляжет снова мокрая прядь. И этот завиток у нас просто не сохранится. Потом уже, если девочка пожелает сделать укладку, потом мы ей уже сделаем красиво завитые волосы. А это мы просто сушим. По мере подъема к макушке отчесывать мы будем по полголовы. Скелетная расческа еще нужна для того, чтобы поднять немного волосы к корнею. Отчесываем следующую часть волос уже с левой стороны. Здесь можно вообще разделить на две части. Досушиваем последние пряди. Вот такие вот шикарные получились красивые волосы. Досушиваем последние пряди. Вот так вот что. Оuroбия конца. Продолжение следует... З gleёaks пряди. Теперь з seçим стlevant солнца. Продолжение следует...